МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние 24 часа жизни Юлии Началовой. Так что же на самом деле с ней произошло? Василий Шуров, лечащий врач Юлии Началовой, психотерапевт сегодня в нашей студии. Василий, ну сейчас, наверное, уже можно рассказать, что больше всего тревожило Юлю? Ну, мы Юлю знаем с ноября 2017 года, когда она обратилась в клинику. У нее начались сильные головокружения, она один раз потеряла сознание, упала. Изначально запрос был на невролога. Мы начали обследовать, сделали полностью биохимию крови, все анализы. Результаты были не очень хорошие. Мы вот с Марией собрались втроем, сели с Юлей, показали ей, какие результаты, объяснили, что ситуация запущена, от симптоматического лечения уже надо переходить к регулярному, лечить причину, восстанавливать функцию почек. Убедили ее госпитализироваться. Она, честно, три недели провела в стационаре, мы сделали полное обследование, подобрали уже серьезную терапию, которую она принимала целый день, каждый день. И я должен сказать, так ее очень прилично компенсировали. Она начала опять гастролировать, вести более свободный образ жизни. Я думаю, что здесь случился именно форс-мажор, не связанный с ее основным заболеванием, с подагрой, с нарушением обмена веществ. Это вот именно стечение обстоятельств с инфицированной ногой и дальнейшее уже такое лавинообразное развитие событий. Она, можно сказать, сгорела, как свеча, очень быстро. Но скажите, как можно натереть ногу и за четыре дня уйти из жизни? Как-то это кажется сегодня... Возможно, это она натерла не сразу. Там какое-то время было воспаление. Просто вы должны понимать, что подагра – это очень сильная боль. И человек очень терпеливый. Он может какое-то время терпеть до того момента, когда уже становится поздно и тяжело оказать помощь и ликвидировать это состояние. У меня в смысле малообезболивающая все время. Она особо боль и не чувствовала. Она даже на это внимание не обратила, на эту мозоль. Вот у нее подагра уже 6-8 лет. Но вот когда она попала к нам в больницу, это был 2017 год, сентябрь месяц или октябрь, уже точно не помню, она позвонила и сказала, что «Маш, я упала в обморок, разбила, мне приедь, у меня маленький ребенок, забери меня, пожалуйста». Потому что у нее уже было острое состояние. То есть я к чему говорю? Что она обратилась ко мне за помощью только тогда, когда уже все. У нее уже была язва желудка, у нее низкий гемоглобин, повышенная соя, подагра, обостренная, тофусы воспалены на руках, на ногах. То есть она боялась сказать и боялась народу показать, что она болеет, что ее отторгнут, то есть не примут. Поэтому мы очень много и часто говорили о ней, что «Юль, надо бороться, надо вовремя обращаться». Мы ее, конечно, очень скомпенсировали. Она восстановилась, полетела. И сейчас, вот Андрей, вы говорите, за 4 дня сгорела. Не за 4 дня, это длился месяц, когда обострение, и так как у нее тофусы еще и на ногах. Поэтому здесь очень важно для медицины обращаться на начальной стадии, делать диагностику вовремя. И не бояться прийти вовремя к докторам, чтобы они оказали качественное лечение, потому что доктора тоже они не боги. Теплая энергия, которую нам дарила Юлия Началова, всегда будет с нами. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Я знаю, буду рядом Нежным взглядом Утону в глазах твоих Я знаю, буду рядом Я всегда сохраню Любовь для нас твоих